Доброе утро всем! Переночевали мы в отеле, нам остался ровно один час до Гранд Каньона. Гранд Каньон или другими словами Большой Каньон. Это один из глубочайших каньонов в мире. Находится в штате Аризона, США. Ежегодно Большой Каньон посещают более 4 миллионов человек. В Гранд Каньоне будет что-то прикольное. Сегодня в программе. Уже не первая заправка, куда приезжаешь как будто бы в музей. Вау! Когда-то я хотел такой на Украине приобрести. Мы как в фильме «Игры престолов». За нами следуют вороны. На улице 90 фаренгетов это сейчас, это утро. Запускаем передачу «Выживание в Каньоне». Вау! Гранд Каньон. Берешь карпус, ножик. О, я нашел. Наше место ночевки. Украина. В прошлых выпусках. История про то, как я выиграл свой первый миллион. О, я нашел. Дежурки. Продолжение заさい. Смотри, уже не первая заправка, куда приезжаешь, как будто бы в музей. 450 долларов. Бебежонка, смотри, настоящий медведь, настоящий. Комбайнера, 240 долларов, вообще кошмар. Это для мангала, похоже, из рогов оленя, для костра, в общем, это набор для костра, 85 долларов ножики. 300 баксов настоящий лук со стрелами, чтобы охотиться вот на таких вот барашков, оленьки, буйволов, бизонов. Вот это прикольные кристаллы, ты представляешь, настоящие камни, просто развиты пополам, а внутри кристалл. Вау, прикольные лавочки, все круто оформлено. Согласись, как в музей я пришел, все круто оформлено, все прикольно, все интересно, хочется все потрогать. Была бы возможность, может быть, и все купить, но все слишком много, но потрогать точно хотелось бы посмотреть. Cute. Виде искусства, что очень прикольно, мне нравится. Но мы за ним не пришли, мы пришли за вот этими машинами. Да, конечно, интересно. Красиво. Еще это Shelby, Ford Mustang. Вау. El Camino. USA Army. Мне El Camino нравится. Когда-то я хотел такой на Украине приобрести. Ну, новый, не такой старый, конечно. Chevrolet. Это тоже Chevrolet, только полицейский. Sebring Turbo. Ну, было прикольно, реально прикольно. Реально заправка очень интересная, почти как в музей пришли. И нам пора двигаться дальше. И мы вместе с нашим Даком, который уже стоит, скучает, ждет нас, едем дальше на каньон смотреть. Булочка, яичко, котлетка, сырок, булочка. Называется яичный МакМаффин. Egg McMuffin. Мы как в фильме «Игры престолов». За нами следуют вороны. Что это значит? Хорошо, вот. Уже 20 минутная очередь. Слышу, что происходит сзади. И тут 2 цены. 35 долларов на 7 дней. На 1 будет 70, на пожизненные 8. Мы уже подъезжаем к будке с кондуктором, не знаю, с кассиром, к охране. Все, ребята. Мы должны работать быстрее, используя лей-1. Спасибо большое. Хорошо, господи. Бог благословит тебя. Короче, он сказал, что наш пропуск действительно 7 дней раздал на брошюрке, что парк открытый круглосуточно. Всегда. Так, прибыли мы вот к какому-то локации. Grand Canyon. А, да, да, да. Наше место. Запускаем передачу «Выживание в каньоне». Почему выживание показывает? Три бутылки воды, четыре яблока, пирси, грубляка встретятся. Вот такой вот съедобный кактус. Чистишь шкурку, шкурку. Очень-то съедобно. Пауэрбанк на всякий случай. Так, пауэрбанк для камеры. Потом вертолетик. А, еще нужно найти солнцезащитный крем. Солнцезащитные очки. На улице 90 фаренгетов это сейчас. Это утро. Это у нас 9 утра. Согласно инструкции, которую предоставляет администрация парка. Администрация National Park Grand Canyon. Нам понадобится на ближайших 6 часов, по-моему, сколько? 4-5 бутылок воды. Два каких-то бутерброда. Сегодня мы пройдемся по синей и красной линии. То есть используем автобусы. И пешеходная прогулка по пешеходным тропам. Ты идешь 1 час вниз и 2 часа наверх будешь подниматься. Ты устанешь. На каньоне высокая температура, бла-бла, тополя. Говорят, что тебе на 4 часа понадобится 1 бутерброд и 1 бутылка воды. Каждые 1,5 мили будет туалет. 3 мили и ресхаус, домик отдыха. А туда и обратно до этого домика будет от 4 до 6 часов. Нужно 2 бутылки, 2 бутерброда. И это, видишь, разные локации, так понимаю. Индийский сад. Туда и обратно от 6 до 9, 3 бутылки воды. Туда и обратно от 5 часа подпешит. Вау! Женю споймала белка, взяла в плен, и он от нее никуда, она его не отпускает. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, это орешки кешью, они не жареные, не соленые, свежесобранные. Такие орешки, как вы видите, употребляет белочка. И с огромным удовольствием, сперва забирает у человека эти орехи, пихает себе за обе щеки, а потом уходит и кушает с видом на большой каньон. Ты мечтала о такой красоте? Даже не мечтала. И даже не мечтала побывать в Америке? Не, мечтала. Побывать в Америке? А чего я никогда не слышала об этом? Ну, пока тебя тут не было, не мечтала, а потом мечтала. Короче, прибыли мы на автобусный тур, синяя ветка. Мы вот сейчас вот здесь. То есть мы машину бросили вот здесь вот, погуляли пешком, потом на синем автобусе доехали сюда, пересели на красный, на первой установке вышли, сейчас мы здесь. Понял? Тяжело дышать, но что воздух такой хороший. Что у нас здесь еще сказано? Короче, это большой каньон, вот он так вот нас встречает на первой красной остановке. Решили одну остановку пройтись пешком, видно меня? КП-парк, если честно, однотипный, но мы идем по пешей тропинке, наверное, поэтому к обрыву что-то мы не решились пойти. Сейчас вот подходим к локации номер два, мы, получается, на первой были, потом на третью, сейчас пешком возвращаемся на вторую, потом на автобусе на четвертую. Сейчас посмотрим, как прекрасна вторая локация. Мужичок в автобусе сказал, что будет всего пять остановок, каждая из этих остановок магически, индивидуально и красиво. Посмотрим, что будет здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Очень красиво. Как тебе? Здесь были шахты, добывающие какую-то рыбу. Везде разные узоры, разные вершины. Гранд Каньон. Шикарный вид. Это моя мама. Не ждала, не гадала, ты уже где-то слышал, приехала в Америку к сыну. Сын затащил ее на Гранд Каньон. И вот мы им любуемся. Как ты? Как тебе? Зачет? Субтитры сделал DimaTorzok Берешь кактус, ножик. И как банан. Чистишь на нем кожуру. То, что ты видишь внутри. Вот это вот. Видно? Вот это все внутри кушается. Это очень вкусно и полезно. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok вот он возвращается сейчас короче еще запущу быстрый режим и мы в принципе пошли к следующему а ну как понравилось летать смотри надо еще поиграться с настройками то есть настроить ему разрешение летать выше летать дальше потому что у него очень много ограничений то есть я не смог его отправить туда ближе к реке ну и поэтому получилась картинка может быть не самое лучшее но это начало это первый день полетов так что вполне круто и интересный живописно вот наш автобус и не собирались посмотри еще немножко на эти красоты слушай ну в целом сама тропа по себе очень крутая очень вы выглядит круто здесь все не знаю начиная от самого элементарного елочки тропинки и безусловно сам каньон без каньона мы бы не заметили всю эту красоту что думаешь ты и это речушка мывает эти скалы за дня в день солнечный путь о прикольно быстрее что это за каптус такой такой вот не на пушистый и вот здесь цветы какие-то вот тот самый ворон ты нам хочешь сказать может ты принес нам письмо из винтергариана да я почитаю твое письмо ворона нужно разослать воронов видно эти орел меня преследует среди над нами круг за кругом смотрели здесь сказано ждание бросайте монетку coin scan а монетка может убить какую-то птицу наверняка о я нашел наше место ночевки ночлег для нас какой страны не подойдешь да но приблизительно однотипное потому что мы идем как я уже сказал по кругу но в любом случае подхожу и каждый раз блин как это красиво независимо от того что это с другой стороны здесь надо посетить не один час чтобы понять природу этой красоты на вершине большого каньона гранд каньон он говорит что поддержит украину путин не отстой пошел на только что познакомились с человеком форум непал из непала живет он сейчас в бостоне приглашают в гости заговорили за камеру gopro он спросил откуда я родом потому что есть акцент ты же знаешь и что получается я скажу с украины спросил он как долго мы здесь находимся я здесь уже три года мама вот буквально три месяца поэтому я для мамы делаю экскурсию и когда он подошел к маме сказал что я поддерживаю украинцев путин и показал что россия в одном направлении должна идти за кораблем мама заплакала и мы тут постояли пообщались он оставил свой номер телефона свой адрес сказал будешь в бостоне приезжай все что тебе надо просто позвони скажи эй бро я from grand canyon from ukraine и он будет рад меня видеть встретить и в таком стиле видела за щеки напихал и убежал и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот оно, наше начало Welcome Bright Angel Trail Мы идем вниз По вот таким вот ступенечкам деревянным Здесь тропинка для лошадей Также для людей, можно сказать И мы идем вон туда Начало спуска Есть людей много, мы ждем обратно Субтитры сделал DimaTorzok Блин, этот зигзаг, это змейные тропы Субтитры сделал DimaTorzok Давай быстренько Смотри, какой поворот крутой Короче, вот там вот Вообще, какой вид Конечно, вниз Короче, мы уже Приблизились к домику Не знаю Как по мне, мы прошли минут 40-50 Это, походу, первый домик Значит, первая остановка Жара Реально Непередаваемая Не знаю, сколько градусов Надо градусник с собой носить Все, что можно еще добавить Была первая остановка Сели по сэндвичу Попили воды Слава богу, здесь вода есть проточная Ну, мы взяли с собой 8 бутылок Есть камни Да, скользкие Видно? Не очень скользкие местами Есть деревяшки То есть, все равно Да Все равно, короче, здесь достаточно опасно Несмотря на то, что они здесь поставили И выложники слева, и справа И деревянные Вот эти перепоночки Ступенечки Все равно можно проскользнуться И упасть Особенно, говорю, вот на таких вот камнях Поэтому, когда идешь И следуешь эту зону Я имею в виду Гранд Каньон Всегда будь внимательный И бдительный Смотри не только по сторонам Но вот такие вот красоты Смотри, наверху Каньон, части Не только перед собой Но и не забывай смотреть под ноги Я так понимаю Мы реально зигзагом ходим Где-то здесь, наверное, еще сюда И опять Вон, видишь Вода стекает Что, 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 что Что случилось? Я еще хоть раз Спустилась Сюда Муравейчик Какую-то веточку Ах да Ты прикинь Это все большой каньон Солнечный путь Ее Санвай Идет табличка Какая-то рассказано Что Когда увидишь мул Проходящий Встань Во внутреннюю сторону дороги И да Пройти Мулу Ой, а козы, да? Круто Вот это стоило С сегодняшнего дня, да? Прижмись только, мам Их там три или четыре Из три он заглядывает Победный рывок А вот вижу уже До конца дойду Налево Попаду В домик С водой И отдыху Пойду наберу воды И обратно пойдем наверх Подошли мы Три мили Рест Рест хаус Здесь я сделаю Привал И запущу дрон И запущу дрон Этим дроном Это Мавик 3 Мини Или как он там называется Про мини Короче смотри Во первых У него Всего лишь Эктив трак Пятого поколения Уже Уже На самом деле Эктив трак Пятого поколения Это много Это очень много Это Последняя версия Назовем это так Но к сожалению Даже с пятым поколением Я ушел За вот эту вот гору Да? Завернул за скалу И он за мной Не пошел Не преследует Не следует Не видит Теряет цель Следующий момент Я запускаю Быстрые режимы Быстрые полеты И он мне говорит Будьте осторожны Следите за препятствиями Так зачем мне Вот эти быстрые режимы Если у тебя Не хватает датчиков Сенсоров Которые отвечают За то За твой За твой правильный полет То есть Он сам разобьется Потому что Такие у него Программы установлены Добавлю в придачу Моему хейтерству Короче Он еще и с балансом бел Короче В режиме В быстрых режимах Он включает АФ Засвечивает Слишком много белым То есть Ну Не получается Короче Мини Извини Но вот так вот тебе Продолжаются поиски Хорошего и качественного дрона Я недовольный Может быть У кого-то другой Экспириенс Кто-то скажет Что блин Да лучше дрона За эти деньги нету Возможно Возможно Именно за эти деньги Лучше дрона нету Что думаешь ты Пиши снизу А мы пошли обратно наверх По дорожке наберем воды И вот это вот все нам надо Скарабкаться обратно И даже понятия не имею Где-то вот там Вот на вершине По-моему Наш выход Локация номер один Сколько еще Где-то полчасика И мы доберемся До вершины Почти На вершину вышли Нам еще Нужно подниматься Наверх Вот в этот вот Замечательный Черный дом Потому что Наш маршрут Начинался Именно оттуда Ну и здесь Раскрывается Вид на Гранд Каньон За сегодня Кстати мы прошли 9,6 километров О, здравствуйте Я слышал Вы недавно Покорили Этот великолепный Спуск В Гранд Каньон Да Поделитесь Пожалуйста Вашими впечатлениями Пока Вы помните Пока Это свежие эмоции Это все Очень здорово Я всем советую Я всем рекомендую Пройти этот путь Жизненный путь Солнечный путь Красиво сказано Спасибо вам За такое Такое теплое Интервью И отзывы Насчет великого Гранд Каньона Штат Аризона А Вы еще забираете Кусочек с собой Да На память Вы уточните У рейнджеров Не карается ли это законом Потому что Вдруг Это хищение Национального имущества Парка Гранд Каньон Все ради вас Зрителей Подписчиков Все ради вас Все ради солнечной дороги Солнечного пути Чтобы вам показать Больше Больше Интереснее Это все для вас Подписывайтесь Ну вот он уже выход Видишь Дверь Идешь Вон выход Вон дверь Смотри Кстати Очень важная табличка Пейте больше воды Носите нормальную одежду Смотри 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 Вот сюда Вот внимательно Смотри Гранд Каньон Очень опасный Нагулялись Нагулялись Находились Сейчас 7 вечера Очередная мораль Пластик Рецайкл Не мусори Итоги сегодняшнего дня Прогулка Пешая По Гранд Каньону Прогулка на автобусе По 5 разным остановкам Красная линия 5 остановок 5 пидстоков Где-то мы ходили пешком Где-то проехались на автобусе Что еще Запускал 2 раза дрон Надеюсь Тебе сегодняшний ролик Зашел Я нашел Называется Антилопе Каньон Такие вот Виды Красоты Я хотел сказать Всем до свидания Спасибо еще раз за просмотры Всем до встречи Завтра В Антилопе Каньон Ты Один из Членов нашей команды Почему так? Потому что Благодаря твоим комментариям Все это было сделано Практически твоими руками Поэтому Солнце Солнечный путь Не только наш Но и твой Следующий день Увидимся завтра Се ю Бро